всем здравствуйте в эфире программа 4 четверти а значит мы говорим на школьные темы и знакомься с интересными людьми вот меня лично заинтересовал танк и биатлон ты тоже наверное хотел поучаствовать ну хотя бы посмотреть посмотреть это пожалуйста впервые в городе танк биатлон и не простой а семейный команда состоит из двух человек школьника и родителей танковые баталии развернулись в холле четвертой школы посвящены соревнования 75-летию победы великой отечественной войне ребенок с родителем в одной команде совершают подбеги игрушечными танками помогают друг другу слова благодарности ямолонецкой окружной ассоциации ветеранов боевых действий отделению союза десантников международной общественной организации города губкинска за предоставленное оборудование в комплекте специальное поле и 20 танков не все боевые машины одновременно выходят на дистанцию соревнованиях участвует 8 команд и пока одни проходят рубежи другие танки заряжаются заряда аккумулятора хватает на 20 минут саму дистанцию можно пройти за 10 если ты конечно разобрался с управлением и понимаешь что такое танковый биатлон лучше получается конечно у у детей они намного умнее или сообразительнее я не знаю пока родители учатся дети уже проходят тур команды проходят три этапа змейку стрельбу и горку не запомнился момент когда была стрельба там получается становились на платформы и ты должен был попасть в противника если ты попал ты можешь ехать дальше если нет то ты должен пройти штрафной круг 500 метров даниил пока не в призерах но проделал хорошую работу над ошибками и в следующий раз даст бой соперникам не было сложно в управлении если бы я освоился то я бы наверное победил взрослые и дети с азартом участвовали в танковом биатлоне соревнования решено сделать традиционными и проводить планируют каждый месяц сегодня победителям вручили кубок участникам соревнований грамоты и сувениры что только для детей не придумать чтобы им было весело и интересно думать ничего уже не надо все есть телефоне игры хочешь скачай какую-нибудь образовательную программу до запросто а как же живое общение подвижные игры на этих каждых наш сверстники просто помешались соглашусь телефон не заметь ни друга не семью не школу до телефон коварное изобретение конечно ведь ученик может заиграться и пропустить какое-нибудь важное мероприятие например профилактическую беседу смотрим сюжет прямо сейчас на первый взгляд обычный урок 5 школе но в этот раз его вели не только учителя в гости пришли сотрудники полиции темой беседы стали права и обязанности учеников напомнили и про комендантский час 1 сентября у нас 11 часов вечера до 6 часов утра это тот период времени когда несовершеннолетним на территории города губкинского нельзя находиться всем ясно даже гулять около подъезда собакой ольга хашиева отметила что комендантский час подростки редко но нарушают поэтому такие просилактические мероприятия нужны также инспекторы полиции рассказали в каком возрасте наступает уголовная и административная ответственность и что будет если несовершеннолетний школьник нарушил закон постановка на профилактический учет это сообщение направляется в образовательное учреждение то есть школу по месту где вы учитесь направляется письмо в центре лена где есть психологи воспитатели которые также обязаны организовывать с вами работу и в комиссию по делам несовершеннолетних любые материалы направляется в администрацию если ты конечно не особо как бы хочешь стать каким-то приличным человеком то тебе будет просто наплевать на такие лекции а так если ты и вправду хочешь стать каким-то приличным человеком и также получить свою хорошую работу и конечно же ты будешь думать о своем будущем если ты готов отвечать за последствия то будь добр дело это тебе никто не должен указывать но ты должен сам осознавать это инспекторы полиции побывали в шестых восьмых классах ученики каждый раз задавали волнующие вопросы например для некоторых школьников стало открытием что от них требуется не только не нарушать закон но и они обязаны хорошо учиться и если вдруг у ученика в четверти выходит двойка его будут ждать большие неприятности есть такие претенденты у которых вот двойка выходит например да по какому-либо предмету такая информация будет направляться с данного года в подразделения по делам несовершеннолетних и рассматривается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 кодекса об административных правонарушениях за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей я много чего знал но больше всего мне понравилось про комендантский час то что в зимнее время года комендантский час до восьми до десяти часов до одиннадцати часов а в остальное время года до десяти часов вечера правила поведения иногда можно соблюдать и учиться хорошо еще говорили о том как правильно общаться в социальных сетях в том числе и куда обращаться детям в случае нарушения их прав ежемесячно профилактику надо провести чтобы дети понимали то что все серьезно что не все так просто в этом мире такие лекции проводятся не первый год и школьники сами отмечают что они полезны лекция мне понравилась она напоминает об ответственности которую каждый из нас несет независимо от возраста и чем чаще такие лекции проводятся тем больше это усваивается в головах людей в следующий раз сотрудники полиции пойдут в другие школы ведь знать о правах и обязанностях нужно всем всем ребятам нужно еще раз напомнить о комендантском часе домой нужно приходить не позже 10 часов вечера а потом на улицу без взрослых не выходить все кто не согласен в правонарушителя записываться поймите что это все делается ради нашей с вами безопасности раз уж разговор пошел о безопасности мне хочется сказать пару слов на улице похолодало и всем школьникам нужно одеваться по зимнему а вот кто не любит утепление там всякий вот им что делать если не хочешь болеть найдешь выход а еще если вы все-таки заберзли зимы то у нас вон какие холодные советы как согреться в нашей рубрике опрос нужно одеть шарф шапку свитер идти на улице ну здесь верю так вот чтобы не было холодно подвигаться а еще как ну дома одеться тепло сделать зарядку подвигаться побегать дышать носом чтобы согреться надо попить горячий чай нужно тепло одеться выпить чашку горячего кофе или чая но если ты не тепло одет можно зайти домой переодеться когда дубак на улице для меня лучший вариант сидеть дома и никуда не выходить конечно есть в этом смысл и дома ты не замерзнешь но одной то скучно предлагаю следующую программу сделать рубрику чем заняться чтобы не скучать вариантов будет море я с легкостью могу назвать несколько оставь это для будущего выпуска который я напоминаю будет через неделю а пока пора прощаться до свидания и и и и и и Продолжение следует...